Пин 50. Интересно, интересно. Мы сделали бомбу, давайте эту бомбу, наверное, посмотрим. Кстати, там есть реально стример. В Узбекистане любят караоке. Выглядит очень эффектно. Тут есть комната для молитвы, тут есть студия, тут есть кинотеатр. Привет, меня зовут Эрик Шоков, и прямо сейчас мы находимся в стране Узбекистан, Ташкент. Сегодня мы посмотрим очень интересный кибер-клуб. Он настолько интересен, что я реально приехал за него. Если в среднем клуб делает около 300-400 квадратов, это даже очень много, здесь решили не мелочиться. Полторы тысячи квадратов в одном месте. И что самое интересное, здесь больше, чем 150 компьютеров. Как они это реализовали, сколько это все стоило, есть ли тут такой огромный спрос? Сегодня мы в этом убедимся. Не забудь поставить лайк, давайте наберем 20 тысяч, ну а прямо сейчас мы спускаемся именно в него. Кстати, да, именно спускаемся. В Ташкенте погода не самая лучшая для прогулок. И остается по-настоящему заходить в клуб под кондиционером. Потому что сейчас 31 градус, через неделю будет 38. Мы спускаемся в минус первый этаж бизнес-центра. Мы находимся в самом центре Ташкента. Так, ну все, здесь можно жить, здесь прохладно. Знакомьтесь, это Виктор. Эрик, приветствую вас. Операционный директор клуба Сабериум. Очень приятно. Виктор, что вы сделали? Ну, мы сделали бомбу. Давайте эту бомбу, наверное, посмотрим и попытаемся разминировать. Вот она? Да. Так, я правильно понимаю, если нас встречает бомба, это означает, что здесь играют в КС. Большинство играет в КС. Ну и, соответственно, компьютеры заточены именно под эту игру. Так, у нас большое количество тарифов. Что самое интересное, тут есть три стримерские. Комната, где только один компьютер. Ну и обычный по сэшн 5 комнаты. Общий зал. Самый дешевый час стоит здесь 1 доллар. Я понимаю, что сейчас в рублях будет очень странно писать, поэтому лучше обращать внимание именно на доллар. И самая дорогая часть, которая здесь возможна, это 3 доллара. В каждом компьютере стоит 370 видеокарта и от 240 герц. Но только в одном тарифе, вот за 3 доллара, вы получаете 280 герц и 3080 видеокарта. Ну, по сути, там, на самом деле, разницы будет мало. Да, конечно. Окей, я думаю, можно начать с самого дешевого компьютера. Посмотрим, как это все выглядит. И потом уже перейдем к самому дорогому. Напротив ресепшена у нас арена 5х5. Здесь можно проводить турниры. Есть для этого зрительские трибуны. Ну, а самое главное, проектор. Конечно, проектор 4х3. Но в целом, какая разница, если там показываются ролики с нашего канала. Все верно? Да. Рисуется прямо сейчас KFC, официальный партнер. Что самое интересное, тут партнер Gorilla. Это энергетический напиток и KFC. Ну, фастфуд. Интересно, интересно. Очень мало кто сотрудничает с компаниями. Ну, во-первых, хотелось бы сказать о том, что спасибо большое KFC и Gorilla за вклад в развитие в киберспорт вообще у нас в стране. Потому что они одни из самых первых, кто заинтересовались данной нишей, данной сферой. Ну, и поддерживают нас. Это им большое спасибо. Я думаю, можем взять этот же компьютер. Он, внимание, 101-й в этом киберклубе. Я изучал отзывы людей, которые были в этом киберклубе. Могу начать. Ребятам не нравится Shell. Не нравится Shell тем, что он некрасивый. И, во-вторых, он очень плохо оптимизирован. Это ваш Shell или это какой-то узбекский? Смотрите, это Shell под названием iCafe. Соответственно, на рынке у нас дефицит вообще такого программного обеспечения. Из самого оптимального, то, что мы нашли, это вот именно программа iCafe. Конечно, вот, насколько мне известно, в СНГ есть и другие программные обеспечения, которые намного лучше, побыстрее работают, соответственно, не нагружают сервер. Но мы, к сожалению, не смогли достучаться до дистрибьюторов. Дистрибьюторов и, соответственно, решили выбрать то, чем пользовались, чем знакомы. Ребята, которые занимаются Shell iCafe, они используют логотип CS из 2014 года, а превью геймплея из 2012, наверное, года. Как-то это странно выглядит, но мы запускаем. Сейчас мы посмотрим, какой здесь будет FPS в среднем показателе. С такими комплектующими, которые здесь, я думаю, должно быть около 450. Так что сейчас мы это глянем. 400 FPS у нас среднее. В целом, неплохо. Этот компьютер стоит 1 доллар в час. То есть, по-настоящему дешево. 1 доллар – это дешево за то, что вы получаете. Очень интересный момент. Какой средний пинг из Узбекистана на Сайбершоке? И возможно ли вообще зайти на сервер? Так, внимание. Раз, два, три. Что за трэш? Москва, 49. Так, давайте я Москву поставлю и посмотрим. Если тут реально пинг 50. Пинг 50! Ну... А почему Узбекистан тогда хейтит за пинг? Ну, смотрите, у нас здесь... Во-первых, по поводу пинга – это чистая правда. То, что у нас очень большой. Мы же здесь оплачиваем, ну, очень дорогой интернет, который позволяет играть вот на таком низком пинге. По девайсам. У нас здесь все HyperX. По клавиатуре HyperX Origins. По мышке у нас HyperX Pulsifier FPS Pro. Наушники HyperX. По монитору 240 Гц. Лок, АОК. Изогнуты. Что для КСа не очень. Вот вы говорите, что вы для КСа участили, но... Я вот замечаю, что... Я вам покажу те зоны, которые вам больше понравятся, именно как КС играть. Хорошо. Если говорить про кресло – это Cobra. Оно в целом приятное, мягкое. Играть здесь комфортно. Здесь большое количество комнат отдельных, где можно поиграть в компьютер. Три только соло. А в целом их около восьми. Сейчас я вам покажу каждую. Ну и первая, которую она встречает, она называется Prime. Она на самом деле удивляет. Огромная комната. Просто здесь можно было бы открыть еще один кевер-клуб. Огромнейший телевизор, около 80 диагоналей. PlayStation 5. И что самое интересное – аудиосистема под караоке. В Узбекистане любят караоке. Что у нас по стоимости этой комнаты? Ну смотрите, здесь стоимость всегда отличается, потому что для дней рождения мы делаем немного дешевле, для компаний, которые хотят провести досуг, чуть-чуть дороже. То есть, в принципе, мы считаем там с человека 5-10 долларов. Это если не переводить на наш бедский сон. Так, Lux Room. Это у нас следующая комната. Здесь у нас поменьше телевизор. Можно играть в PlayStation. Поменьше человек 5. В целом неплохо. Сколько стоит эта комната? 13-14 долларов в час. Час. Это вся комната? Вся комната, все верно. Шикарно. Следующая комната Lux Room. Это то же самое, что было и в прошлой. И что самое интересное, что отличает этот кибер-клуб. Кстати, там есть реально стример. Это три стримерские. Они назвали их Solo. Ну, мы не будем заходить в эту комнату. Там человек пытается стримить. Не знаю, сколько у него зрителей, но это прекрасно. Вот как выглядит эта комната. Самое интересное, это как выглядит это кресло. Оно супер симпатичное. Когар в этом плане постарались. Микрофон у нас здесь Quadcast. Наушники Corsair. Corsair-мышь. Corsair-клавиатура. Corsair-коврик. И Asus TUF Gaming монитор. Он опять изогнутый. И что самое интересное, он 165 Гц. Не знаю, вот я не знаю на самом деле, почему вы в стримерскую даде 165 Гц. О, а тут нет шелла. Да, тут нет шелла. Это хорошо. Так, по камере, что у нас здесь? Я думаю, что цвета не хватает. А где софтбоксы? Софтбоксов тут в этой зоне пока нет. Но так у нас есть селфи-лампы, которую мы вставим. Блин. В следующей кабинке, если вы видели. Да. Там у нас селфи-лампы. Да, но только здесь тоже нужно. Ну что ж, я предлагаю пойти в другую комнату. Давайте. Сейчас. Самая дорогая комната. Один час стоит 3 доллара. Огромнейшие компьютеры. Но, чтобы понимали вы, это просто вид. Понятное дело, из-за того, что они такие громадные, ничего не меняется. Но выглядит очень эффектно. По наушникам здесь у нас Asus ROG. Мышка. Asus ROG. Кефир. А нет, кирис. По клайтури. Asus ROG. Калики приятные, очень тихие. Думаю, никому мешать не будем. Так, у нас тут отличие в процессоре и видеокарте, правильно? Все в этом. Тогда давайте сейчас мы посмотрим. Если там был средний FPS 400, сколько будет на 3080? За 3 доллара. Мы платим здесь 3 доллара. И получаем на 155 FPS больше. 555 FPS. Это много? Это очень хорошо. Можно я затащу, только никому не звоните. Хорошо, конечно. Смотрим, сколько времени будет проходить этот приход администратора. Отлично. Можно два крафт-сэндвича? Да, конечно. Так, ну здесь у нас элит, вторая комната. По этой комнате, как я понимаю, здесь нет никаких отличий. Или есть? Ну почему же, да. Есть у нас и периферия, коврики. Соответственно, и техническая часть также немножечко другая. Я еще не видел такого никогда. Здесь есть комната отдыха, но она не простая. Это комната для молитвы. Вот такие интересные особенности в этом киберклубе. Комната не заканчивается. Следующее. Pro One. Профессиональная. Так, здесь, если идет речь про профессиональность, то сразу люди тут играют на Сайвершоке. Ну а как иначе? Слушай, и объясни, пожалуйста. Ну, в Узбекистан всем казалось, что здесь пинг будет очень большой. Но ты же видишь, пинг 50. Такое даже в России невозможно. Ну это играбельно, в принципе. Это супер играбельно. Это можно проигроком становиться пять раз подряд. Как это работает? Почему? Почему все думают, что в Узбекистане большой пинг? Ну, потому что как минимум на Фейсите 110 пинг. Ну это на Германию только, да. Ну, я хазан, мне вообще нормально, кроме Фейсите, и все. Ну, Сайвершок пока доиграю, но кайфую. Ну и такая же комната, как была только что, вторая. Такие дела. Здесь слишком много комнат. Здесь слишком много чего можно показывать. И на этом вся история не заканчивается. Еще комнаты. Комната следующая, она называется Эмпайр. Эмпайр-зон. И самое интересное, как она выглядит. Потому что тут можно играть с тренером. Там есть дополнительное кресло. Здесь у нас правильные мониторы. Это Зови. Мне кажется, тут Зови универсальные мониторы. Они для КСа самое главное подходят. А для КСа мало что еще подходит. Ну и для других игр, как минимум, в ДОТа. Это более-менее правильное решение. По мышке здесь HyperX Pulsifier. Клавиатура. Даки. Кресла те же самые, которые стоят в общем зале. Но единственная фича, которая отличает эту комнату, это то, что она, по-первых, закрыта. И, во-вторых, есть кресло для того, чтобы сидел бы тренер и следил бы за своей командой. Но, кстати, у тренера обязательно должен быть компьютер. Это, ну... Я думаю, сюда можно поставить компьютер. Конечно, да, классно. Просто без... Учтем. У тренера должно быть, да. Следующая комната. Она называется Хабас ТВ. Это студия, где проводятся трансляции. А здесь у нас режиссер. А сзади нас звукорежиссеры. В свободное время именно вот этот компьютер мы используем как стримерский компьютер. Также, когда у нас начинаются турниры там по дисциплине Dota 2, PUBG Mobile, мы оборудование переносим туда. И, соответственно, чтобы здесь было все тихо, бесшумно. Ну и, соответственно, здесь располагается только камера. Какие уже пункты у нас есть? Тут есть комната для молитвы. Тут есть студия. Тут есть кинотеатр. Тут есть сольные стримерские комнаты. То есть оригинальности здесь достаточно. А, еще и арена есть. Да, все. Да, здесь. А что еще есть, что отличает вас? Может быть, что-то пропустил. Ну, смотрите, такое количество PlayStation 5, как у нас, в Ташкенте еще нет. Ну и в ценном на Забхистане. То есть у нас, если я не ошибаюсь, 19 точек PlayStation 5. 19 PlayStation? Да. А сколько стоит здесь PlayStation? PlayStation на тот момент, когда мы приобретали, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, от 1000 долларов. Как только они появились, мы сразу интегрировали их сюда. Это у нас арена, мы проходили около нее, но не смотрели, что тут по начинке. Есть очень серьезный моментик, я не могу это не заметить. Клуба два месяца, но здесь какие-то проблемы с полом. Как это работает? Все верно. Так как мы построили клуб, ну, мы построили его практически за два месяца. И вот так получилось, что подрядчик данного кафеля, то есть неаккуратно его постелили. Но у нас есть в планах на следующий сезон здесь обновить. Потому что, если вы заметили, не только здесь, будем откровенны, но и в других локациях тоже где-то кафель проседает и так далее. То есть это, ну, некачественные нам материалы предоставили, но в будущем собираемся это фиксить уже на следующий сезон. А что насчет среднего чека? Ну, средний чек от клиента составляет у нас 5-10 долларов. Чтобы вы понимали, мы сейчас снимаем ролики и только сейчас заметим, что мы пропустили эту комнату. Ну, это не комната, это уголок с Apple Station. Так, кайф или не кайф? Ловим кайф или нет? Нет. Потому что отражение вывески идет в экран. Ну, я вижу очень сильно. Давайте, может, включим? Давайте включим, да-да-да. Ну, оно бросается, да-да. Никто не жаловался на эту вывеску? Ну, честно говоря, нет. Мы уже посмотрели все игровые зоны, все PlayStation'ы, и осталось самое главное, где все эти игроки, 150 компьютеров должны питаться. И, понятное дело, для этого есть бар. Что у нас тут есть? У нас здесь огромное, огромное, ну, мне кажется, в некоторых магазинах меньше ассортимента снэков. На битпорт, конечно. И здесь есть сразу же готовая выпечка. Вы просто ее согреваете, правильно? Да, все верно. Но она ежедневно свежая. Каждое утро, да, привозят? Угу. Так. Ну, мы, по сути, посмотрели весь кибер-клуб. Я думаю, что вот этот вид, который сейчас сзади меня, это стоит того, такого я еще нигде не видел. Какие у меня есть выводы? Клуб огромный. Сделан он в огромных масштабах. В Узбекистане это просто нечто. Здесь огромнейший спрос. То есть вчера мы здесь были. Тут была посадка около 50%. Понятное дело, это все очень красиво, это все масштабно. Но есть моменты, минусы, которые стоит осветить. Во-первых, из-за того, что ребята здесь реально спешили, они это сделали за месяц, у них были каникулы, они должны были успеть. Тут были проблемы с ремонтом. И они остаются. Такое чувство, что этот пол мы не ремонтировали, либо он реально очень быстро испортился. Второй минус. Это Shell. Оболочка у каждого компьютера. Она реально такое чувство, что из 2003 года она не обновлялась. Такому клубу это непростимо. Нужно поменять им этот Shell. Это делается очень просто. Тут, ну, там даже нельзя заказать еду. Вот. Поэтому я жду точное исправление этой проблемы. Третий минус. Но он не такой значительный, но он есть. Даже если вы берете закрытую комнату, вы слышите все равно посторонних игроков. Как они кричат, матерятся. Это тут есть. Кого-то это сильно волнует, кого-то нет. Ну и как факт, здесь, конечно, плюсов больше, чем минусов. Таких клубов, таких масштабов я еще не видел. И это огромнейший респект. В целом, если у меня был бы вопрос, играл бы я здесь или нет, я думаю, я сказал бы да. Потому что цены, если честно говорить, ну, они не самые большие. Но это все равно выше, чем средний чек в Узбекистане. Мы пройдемся еще по другим киберклубам, которые находятся в этом городе. И мы сможем сравнить, насколько этот клуб отличается и насколько он стоит дороже. Спасибо ребятам из Сабериума за приглашение посмотреть, как у них все это выглядит. Опять же, повторный респект за такие масштабы. Ну, а я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Это был обзор из Узбекистана. Очень неожиданная локация. Посмотрите мои другие обзоры киберклубов в других странах. К примеру, в Дубае, либо в Казахстане. Они у вас на экране. А я с вами прощаюсь. И до следующего ролика. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова